МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Громкое задержание. Немецкие полицейские арестовали пятерых игиловцев. В Германии молодые учёные получили награды от правительства. Их собственноручно вручала Ангела Меркель. Вместо религии культура и мораль. Немцы хотят отменить уроки религии в школах. При дворе королевы Елизаветы II брали взятки. Нечистого на руку дворцового работника отправили в тюрьму. Немецкие полицейские совместно с коллегами из Испании и Бельгии задержали пятерых людей, которые подозреваются в причастности к террористической организации ИГИЛ. Международная спецоперация проходила на территории трёх стран. В результате силовики задержали четверых испанцев и одного марокканца. Аресты проходили в ФРГ, в земле Северной Рейн-Вестфалии, а также в Барселоне, в Испанской Мелилье, это Северная Африка, и в Брюсселе. Один из задержанных в немецком Вупертоле 20-летний гражданин Испании. Сейчас он находится под следствием. Его обвиняют в том, что в социальных сетях он делился материалами, которые культивируют жестокость и насилие. В частности, подозреваемый распространял видео со сценами казни в ИГИЛ. По данным немецкой прокуратуры, по делу этого молодого человека ведут расследования правоохранительные органы Испании и Германии. Все подозреваемые, по версии следствия, являются авторами страницы в Фейсбук, которая насчитывала почти 33 тысячи подписчиков и пропагандировала радикальный ислам. Они рассылали сообщения и комментарии, поддерживающие ИГИЛ и джихадистов. Группировка представляла серьезную угрозу для безопасности Европы. Победители 51-го национального конкурса «Молодой ученый» встретились с федеральным канцлером Ангелой Меркель. В этом году около 60 человек стали финалистами немецкого проекта, который поддерживает развитие молодых талантов. Один из участников этого конкурса получил специальную премию федерального канцлера за самую оригинальную работу. Молодой ученый Тасило Шварц родом из Баварии. Он разработал специальный аппарат и систему. Она помогает обнаруживать и различать в воздухе птиц и беспилотники. Эта разработка может быть полезной в области авиационной безопасности. Специальная премия федерального канцлера присуждается с 1971 года. Ее обладатель получил 3000 евро на развитие своего проекта. Сегодня победил не только тот, кто получил премию. Победитель каждый из нас, каждый из вас. Побеждает вся наша страна. Выигрываем все мы. Ведь изобретения, которые предлагают ученые, будут работать во благо Германии. И я хочу поблагодарить вас за ваш вклад для нашей страны. В этом году, по данным федерального правительства, в национальном конкурсе принимали участие более 12 тысяч проектов в семи различных номинациях. Примечательно, что авторами почти 5000 работ стали женщины. Как отмечают члены жюри, впервые за многие годы в национальном конкурсе принимает участие такое количество ученых слабого пола. Немцы не хотят изучать религию в школе. 69% опрошенных жителей ФРГ высказались против занятий по религии. Вместо урока по истории религии они предлагают ввести новую дисциплину под названием «Жизнь и общество». Школьники смогут изучать правила социализации в обществе. Опрос проводил Институт общественного мнения ЮГОВ. 39% опрошенных высказались за полную отмену уроков религии. И еще 30% были бы не против такой отмены. Большинство нерелигиозных граждан, как оказалось, жители Восточной Германии. Там за отмену этой дисциплины больше 80% респондентов. Они считают, что в школе не стоит тратить время на изучение основ христианства или ислама. При этом 66% граждан выразили свое толерантное отношение к изучению основ религии. Но не придавая этому предмету особенного значения. 60% опрошенных высказались за то, чтобы школьные часы использовались для более глубокого изучения этики, норм и правил морали. Работника королевского двора поймали на взятке. Бывший заместитель управляющего дворцами Елизаветы II теперь отправится в тюрьму. Рональд Харпер приговорен к пятилетнему тюремному заключению. Судьи пришли к выводу, что Харпер брал взятки от компаний, обслуживающих королевские дворцы. Подсудимый отвечал за содержание Букингемского дворца, дворца Сент-Джеймс, Кларенс-Хауса и Виндерского замка. За солидные вознаграждения компании получали выгодные и престижные контракты на проведение работ в королевских дворцах. За все время своей деятельности с 1994 по 2012 год, таким образом, Харпер получил в качестве взяток более 100 тысяч фунтов стерлингов. После двух процессов в Королевском суде лондонского района Сазек он был признан виновным. В суде отметили двуличность Харпера. Коллеги любили его как порядочного и ответственного человека и не подозревали о его хитростях. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Времени m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова